О, сколько нам открытий чудных готовит уборка, проведённая с пристрастием. Так, например, я нашла у себя дома несколько настоящих диковинок. Над одной из них мне пришлось потрудиться, чтобы распознать, что это у меня за интересный такой экземпляр. Как видим, такой флакончик, ну, небольшой совершенно, такая крошка. Жидкость ярко-жёлтого цвета, флакон со спиралевидным орнаментом, очень красивая игра света, если такого вращать. Крышечка обыкновенная пластмассовая, как, я думаю, у всех советских духов можно было наблюдать вот таких вот маленьких. И этикетка в виде фольги, на которой разобрать что-либо практически невозможно. Надписей там довольно много, но не без усилий мне удалось разглядеть слово, написанное латиницей, оно, с двумя «с» в конце. И уже интернет мне подсказала, что это не что иное, как монтажный аромат от фабрики «Двиттерс». Однако я до сих пор не могу понять, почему у меня такой странный формат. Духи выпускались объёмом, по-моему, 13 мл. И флакон был очень красивый, в форме трилистника. Что это такое? Может быть, какое-то совместное производство? Может быть, какая-то другая фабрика в Советском Союзе выпускала эти духи? Либо это был какой-то подарочный набор? Я такие подробные раскопки не проводила. И также я не могу ничего сказать по поводу парфюмера, кто создал этот аромат, поскольку в советские времена особо большое внимание не уделялось парфюмерам, и вряд ли бы это имя что-то нам сказала. Впрочем, наверняка это имя известно специалистам, и при желании можно его обнаружить. Что же до самого аромата «Анонс», я была удивлена тому, что он очень хорошо сохранился, и сама вода, она, ну, небольшой только осадок там появился такой. Может быть, от контакта с одеждой, если кто-то до меня пользовался, наносил это на одежду. Ну, кто-то пользовался, наверное, ими. Впрочем, может быть, это падение уровня и естественный процесс испарения, поскольку под крышечкой у нас никаких фиксаторов нет дополнительных, пробок никаких. Ну, крышка целая, потому что бывают проблемы с пластиком в тех времен. Пахнет аромат советскими духами, я думаю, что многие из нас, в общем-то, пахнут советские духи. Ну, учитывая, что этот динтерс, конечно же, есть в этом изучании свои интересные нюансы. Ну, винтажный анон «Динтерс» выпускался в 80-е годы. Он является ароматом цветочным альдегидом, там очень модное было направление 80-е годы, и раскрывается нотами, собственно, альдегидов, ландыша и флёрдоранжа. Ну, на самом деле, ни ландыш, ни флёрдоранжа здесь нельзя узнать, исходя из того, какие мы привыкли слышать в современной перфюмерии. Ну, альдегиды, конечно, есть. Такое холодное звучание аромата, можно сказать, что кисло-сладкое, но с преобладанием сладости. Мне кажется, у всех советских духов была характерная медовая сладость. Такое необычное звучание, если мы, конечно, не говорим о терпких шипах. А затем раскрывается сердце аромата. Здесь классические, опять же, для того времени ноты. Жасмин, роза, иланг-иланг, а также добавлена корица. Жасмин здесь прекрасно узнаваем по своей дольности, то есть такой вот запах сельской местности. Навозы, что-то такое примешивается к этой ноте, в данном случае. Роза, ну, нельзя сказать, что я ее слишком узнаю в этом аромате, но, скорее всего, она выступает здесь таким ароматным фоном, который наполняет изнутри композицию. Иланг-иланг, вот эта медовая сладость, по всей видимости, принадлежит ему. И, как ни странно, но даже корица здесь узнаваема. Такая приятная медово-пряный аромат с терпковатыми нотками. Терпкость нам дают гальбанум и черный перец, которые присутствуют в базе. Ну, а также в базе есть бензоин и сандал, которые вносят свою лепту в сладкое звучание композиции. И, тем не менее, за счет спинции и гальбанума, а также, видимо, за счет флео-оранжа, который, может быть, не узнаваем, но также присутствует в композиции, то этот аромат нельзя называть притарно-сладким. И, на самом деле, он достаточно интересный. Я даже иногда им пользуюсь на выход в блюде. Хочу, конечно, перелить его в атомайзер, попробовать его распылять, хотя ароматы, конечно, достаточно тяжелые тех времен, советские, ну и французские, в общем-то. И духи предназначались для нанесения аккуратного, без больших распылений. Ну, я хочу поэкспериментировать, попробовать. Мама, кстати говоря, уловила из меня шлейф и очень понравился. Ну, видимо, она привыкла к таким ароматам. Для меня он тяжеловат. Несколько сладок. Ну, в принципе, сладкой парфюмерии она и сегодня существует. Нельзя сказать, что он морально устарел. Интересная композиция. Ну, так вот, для знакомства с винтажами, с советской парфюмерией. Мне интересно им пользоваться. И я не могу сказать, что он какой-то там дешевый. Напротив, хорошее раскрытие. Жасмин нэндольный, ну и шалимарио нэндольный, в общем-то. Иван Клан с корицей и гербану, черный перец, все это на высоте. Тем более, сохранность такая прекрасная духов. Ну, надо сказать, что анонс по сей день выпускается компанией Динтерс. Но этот анонс уже не имеет никакого отношения к тому винтажу, который вы видите перед собой. Поскольку новый анонс, он легкий, там много легких нот, фрезия, ландыш. И по другому пользователю, он больше всего напоминает аромат Мэри Ми. Ну, то есть такая очередная вариация на тему Мэри Ми ванвин. Ну, а этот аромат, конечно же, уникален. И, на мой взгляд, является прекрасным представителем винтажной парфюмерии советского периода. Не только по качеству парфюмерной композиции, но, в частности, и по сохранности самого этого аромата. Продолжение следует...